Всем привет! С вами канал Артмания. Наш холодильник Bosch. Старенький, который мы продаём. Только подала объявление. Через час позвонил мужчина. Через час ровно сказал, что подъедет и сразу заберёт его. У нас очень хорошо выглядит. Очень как новенький. Потому что я смотрела другие холодильники. Там кошмар. И полная комплектация. Такие вот для бутылочек. Здесь разделитель есть. Только что-то я не могла его выбрать. Смотрите, он вообще в идеальном состоянии. И здесь тоже. Никаких трещин нет, ничего. Использовался прям хорошо. Там вообще классно. Здесь даже нашла Bosch и какой номер у него. А плюс, но нету No Frost. А мы купили новый холодильник уже с No Frost. Который как раз не налипает там ничего в морозилке. Который не текёт вода. Вот тут у меня уже вода потекла всякая. Тут у меня уже стало намораживать. То есть раз в контейнере не можешь выдвинуть всё. Капли всякие там. То есть мокро, влажность там всякая в холодильнике. И, кстати, он у нас стоял там. Вот здесь есть дырка. Тут текло. И вон там есть контейнер. Он видимо подтекал что ли. У него вообще там было мокро. Всё. Знаете, мне вспоминается момент, когда мы на даче продавали рабочий холодильник без дверцы. Потому что там внизу тоже был такой вот другой немножко холодильник. Полностью была дверца. И там заржавело и у него отвалилось. Здесь вот нет ножек. Почему я вспомнила. Видите, он как стоит. Подложила чтоб это. Нет, у него ножки. Здесь, я помню, стекает вода. И тут она постоянно стоит. Конечно, был кошмар. Заберет парень. Мужчина, наверное. Вот. Они что-нибудь там ножки приделывают. Не знаю, может ножки потерялись во время переезда, мне так кажется. Мне кажется, что они были вроде бы. Ещё с ручками. Другой у нас без ручек совсем. Такой. Классно. Буду потом монтировать. Когда-нибудь смотреть. И вспоминать свой холодильник Bosch. Хороший был. Мне нравился он очень. Очень нравился. Смотрите, это вот так вот мы с подружкой сегодня погуляли. Кошмар. Вот эта вот грязь. Как? Как так было? У меня никогда такого в жизни не было, что это было... Вот смотрите, аж вот до сюда вот дошло. Почти до самого... У меня ещё и попа грязная. Я вроде нигде не садилась. Нифига себе. Откуда? Кошмар. Как будто мы... Ощущение как будто мы лазили по какой-то грязи просто. Хотя мы шли практически по асфальту. Немного по снегу. Ужас. Просто ужас. Ну ничего, я сегодня в машинку их закину. И всё. Завтра они будут как огурчик. Готовы. Что делать? Ставить. Что? Игрушки новые? Вот что, сыну для счастья надо. Подожди. Какие игрушки, да? Кухонка. Да? Дима в последнее время прям готовит. Курица с носками. Но она не будет стоять. Она в стакане стоять. Вот так вот. Кухонку сыну купили. Вот они у курицы носки. Ножки у курочки, да? Да. А через, наверное, через несколько месяцев Дима сказал, что хочет научиться готовить. И уже готовил сам два раза салатик. Да? Да. Сегодня начали мы сначала лепить. Начали нарезать Диму уже здесь колбасочку. Вот она у него, да? Колбаску. Чай. И теперь ты уже пожарил колбаску? Да. Мне уже чаем угостил. Огурка. Да. А тут вот такая большая здоровенная кастрюля ещё. Мама нашла, купила, да? И у Димочки есть плита. Помидоры. И стаканчики. Навальник тут есть. Хотя тут, конечно, свекровь уже похозяйничала. И вот тут вот штучка была, сломали, да? Варишь? А ты суп варишь. А с чего ты варишь суп? Рассказываешь? Или же курица, лук, морковка и яблоко? А, ну вообще-то, кстати, в суп добавляют яблоко. Я как-то раз добавляла. Очень, кстати, вкусно. Какая у Димы кастрюля здоровенная. Как Димочка играет, а? Вот это кастрюля у Димы. Лук есть. Угу. Суп варишь, да? Вкусный у Димы суп. Диме 4 года и 9 месяцев. Будет прям вот-вот. Через несколько дней, да, Димочка? И сегодня я добавлю. Дима готовит кушать ням-ням. Уживание. Обе-бой. И, конечно же, он-нам. На сушке. Сушке. Продолжение следует...